Расскажите, пожалуйста, о Наталье Медведевой. Спасибо. А к стыду своему даже не было на ее могиле здесь, в Питере. Правда, захоронена частью ее праха и в одной могиле с ее отцом. И все собираюсь. Может быть, вот завтра все-таки выберу время и не схожу. Это была женщина, которая делила со мной мою жизнь на протяжении 13 лет. Это очень много. Она была чудовищно тяжела, очень красива, когда еще не сказались на ней следы. На нее было ужасное нападение, там лицо изуродовано было и прочее. И вот она погибла, когда я был в тюрьме в 2002 году. Ее нашли мертвой в постели. И в возрасте ей было 43 года. Она, на мой взгляд, недооцененный музыкант, певица с таким дико низким голосом. И после нее осталось несколько таких, ну, дисков, да. Уже есть и песни на ваши стихи, да, «Поедем на войну». Нет, у нее есть ее, «Поедем на войну» это сочинила она, ее стихи, но это на основании вот моего опыта. У нее есть еще чудесные всякие песни. И вот на станции Токсова обнаружены волки. Пьяный сторож их принял за бродячих собак. Остались от сторожа остатки двустволки и вокмэн, играющий по буре из хитов. Семидесятые, я плохо понимаю, когда жизнь началась, мы танцевали там, на колени валясь. Это вот в Токсово ездила, и что-то, когда с вокзала что-то шла, петербургская шпана. Я думаю, тут есть кто-то из петербургской шпаны, и желаю послушать. И да, это очень здорово, она под... ну, у нее много-то там таких... А вам выписали стихи? Нет, нет, это злые слухи. Нет, она написала, она была достаточно талантливая. Она написала, может быть, девять книг, по-моему, да. Потом я ее как-то спросил, я говорю, а эти книги... Она была постоянно недовольна. В Паиже она пела в «Кабаре Распутин» вместе с легендарным цыганом Алешей Дмитриевичем. И вот Дмитриевич мне сказал, говорил ей, «Наташка, ты никогда не будешь удовлетворена, а ты всегда будешь недовольна». Действительно, она была довольна жизнью, только понимала ее потом, позднее как-то. Ну, вот такая шикарная женщина ушла от нас. Продолжение следует...